Недавно в одном из пабликов в инстаграме появился пост, где дети ходят по заброшенному зданию элеватора. Хотя эта проблема существует уже давно, но до сих пор не было принято никаких мер. В комментариях пользователи пишут. Я тоже с детства там лазила, убегала от охраны, два шрама заработала. Да, там в детстве полгорода детей ходили иногда, чтобы посмотреть что там. Но там обычно бомжи и наркоманы ходили. Я там не была ни разу, лучше бы там что-нибудь построили бы. И мы там в детстве лазили, нормально, все живые. Детям всегда хочется гулять там, где нельзя. Бывший элеватор, а рядом хлебокомбинат. Такое огромное пространство занимают. Там можно было бы что-нибудь построить. Такое уродство в центре города. Пока что-нибудь не случится, так и будут бегать без присмотра дети. Команда программы «Твое утро» приехала в заброшенное здание, которое недавно шумело в социальных сетях. Именно здесь наши дети проводят свой досуг. Вместо развлекательных бассейнов и спортивных залов, они, рискуя своей жизнью, играются здесь. Давайте узнаем, что же здесь опасного. В старом элеваторе с легкостью можно снять фильм ужасов. Где по сценарию, к примеру, светский журналист и оператор упали в эти ямы. И никто их больше не видел. Думаю, Квентину Тарантино или, в крайнем случае, Федору Бондарчику моя идея должна понравиться. Но это только по сценарию. А в реальной жизни здесь каскадеров нет. И дети выполняют смертельные трюки самостоятельно. Очень опасные двери. Все открыто. Конечно, упасть здесь может каждый. Ямы глубиной метров пять, не меньше. Здесь также есть граффити. Можно даже догадаться, кто здесь был. К примеру, вот эта, где написано «Школа номер 22». Вот интересно, зачем они это делают? Какая-либо охрана отсутствует. Зайти может каждый так же беспрепятственно, как это сделали мы. И те, кто, судя по мусору, вокруг распивает спиртные напитки. Также нет ни одной таблички, которая бы указывала, что вход запрещен. Кому принадлежит это опасное аварийное сооружение, так же непонятно. Значит, и ответчика в случае чего тоже не найти. Зачем вы здесь свой досуг проводите? Гуляю. Проходил мимо и зашел. А вот почему именно сюда, допустим, не в бассейн, куда-нибудь, на карусельке? Ну, там интересно. А, что здесь интересно? Здание самое интересное. То есть тебя привлекает эта заброшенность архитектуры? Да. Но все-таки опасность же здесь есть, она есть. По-моему, не боишься этого? А что если разобьешься? Ну, на первом этаже. Мы не на первом. Ну, на втором. Ну, раскиться можно, сам понимаешь. Аккуратным быть не разбейся. Больше всего меня здесь напугали вот эти ямы. То есть, если не смотреть под ноги, то можно оказаться вон там, в пропасти. Дети, которые любят здесь, как они говорят, просто гулять, понимают всю ответственность. Но толком сказать, почему они здесь находятся, не могут. Также хочется отметить, что не все кружки для них бесплатные. Но это не повод променять наши прекрасные парки на заброшенные и опасные здания. Отсутствие окон, слабые стены и почти развалившийся пол делают это здание очень опасным. Но детей оно почему-то привлекает. Родители, все-таки будьте осторожнее. Достоятельно просим обратить на эту проблему внимание чиновников и владельцев, а также родителей и учителей. В первом случае здесь просто необходимо поставить ограждение. А во втором нужна беседа с детьми на эту тему. Пока мы поднимались на этот этаж, естественно, все дети пытались избежать видеокамеры. И меня, журналисты, и убежали. В неизвестном направлении. Надеемся, что они больше сюда никогда не поднимутся. Остается только надеяться, что пострадавших здесь не будет никогда. И дети, прежде чем сюда пойти, хорошо подумают, нужно ли здесь рисковать своим здоровьем. Идите в бассейн или в тренажерный зал, советует вам Артем Ферминский, Алтенбек Наутов. Программа «Твои утра».